Привет, бандиты! Сегодня я отвечу на вопрос, который беспокоит некоторых игроков. Возможно, кому-то это будет полезно. Не буду сильно углубляться в тему, так как у нас мало игроков, хорошо учивших в школе физику и биологию. Тем более, что тема выходит за программу школьного образования. Итак, вопрос. Почему я играю с одним глазом? Игра TF2 является 3D-онлайн-шутером. Это значит, что все действия происходят в трехмерном пространстве. Но на наших мониторах все отображается двухмерно. И так уж устроен человек, что глядя на двухмерное изображение, мы воспринимаем трехмерный виртуальный мир. Давайте посмотрим, как это происходит. Допустим, монитор находится в 60 сантиметрах от меня. Мои оба глаза фокусируются на определенных точках экрана, образуя определенный угол и фокусируясь на 60 сантиметрах. Но во время игры мой мозг начинает воспринимать двухмерное изображение как трехмерное и посылать команду моим глазам фокусироваться на расстояния, значительно превышающие 60 сантиметров. Происходит конфликт между глазами и мозгами. Это выражается в головных болях, усталости и прочее. Именно поэтому рекомендуется смотреть телевизор не ближе двух метров. Но мы же не можем играть на расстоянии 2 метра от монитора. Что же делать? Вот здесь и есть очень хитрое решение проблемы. Я закрываю один глаз. Тем самым я вовсе убираю угол фокусировки глаз. Мой глаз сперва фокусируется на 60 сантиметрах. Но как только я начинаю двигаться в игре, мой мозг воспринимает трехмерный мир и посылает глазу команды фокусироваться на разные расстояния. Теперь моему глазу не мешает второй глаз. Нет конфликтов. И я безболезненно воспринимаю трехмерный мир. Таким образом я играю в 3D игры, смотрю Full HD фильмы и у меня возникает 3D эффект и не болит голова. Ну вот собственно и все. Хотите? Попробуйте сами. И на десерт жесткий троллинг на балалайке. После очередного стрима захожу на свой сервер. А они это типа хайвмайн, да? Ну и дабы развеять обстановку, запустил парочку шуточных голосований. В ответку один одаренный школьник, первый тролль на деревне, хохмач 80-го левела по имени Мастер Фаэми, жестко затроллил меня. Давайте следующее голосование будет такое. Ээээ... Кто... Кто создал этот сервер? А бой 4 варианта ответа. Пидор, пидор, пидор и пидор. Теперь следят записаться в местный КВ, очень смешная шутка была сейчас. КОМУ-ТО ПОНРАВИЛАСЬ МОЯ ШУТКА? Офигеть! Да нет, как-то не особо. Да нет, классно, шучи ещё. Коллагол повесился, скажи это, пожалуйста. Ну вот. Это... Вот это вообще не смешно. Нет, ну тогда ты сейчас опять сарказм. Народ, как вы видите, оценил шутку на все пять. Ну и я решил пойти ему навстречу и таки запустил голосование. Ведь у нас паблик, и мы идём навстречу людям. Только один правильный вариант ответа. Ну ёб, ну блин, ну делайся, ну. Ну а дабы исключить тоталитарного давления и кровавого режима, я решил всё-таки дать людям маленький выбор. Совсем маленький. И надо же, люди оказались не такими тупыми, какими их считают либералы. Заметили подвох и воспользовались своим избирательным правом. Ну и автор идеи, мастер Фоэми, тоже заценил собственную шутку и молча покинул сервер. Я не хочу засидеть. Вот так вот бывает в жизни. В своём восьмом Б-классе ты король, а на балалайке ты тролль восьмидесятого левела. Всё как в жизни. Можно быть лидером среди школьников, но взрослые люди тебя даже в списке кандидатов не внесут. 18 марта – день выборов президента.